Кит, ракета, самолет, набор случайных слов, а вот и нет. Это губкинские детские площадки, которые появились в прошлом году и сразу завоевали популярность. Особенно это заметно в хорошую погоду. Всего в прошлом году в городе обустроили 15 игровых площадок. Некоторые малыши даже путешествуют по микрорайонам от площадки к площадке. Ведь у каждого комплекса свои фишки. Самолетики нравятся. Ну, там самолетики. Нравятся мне там. Ну, тут не больше, потому что тут хорошо. Тут раньше ничего не было в площадке. Но потом ее построили. И было хорошо, потому что дети могли из этих домов пойти сюда поиграть. Еще со взрослыми они могли позаниматься спортом. Самое любимое у меня – это там, где смешарики. Там есть скульптуры их. И там есть качелька моя любимая. А вот здесь мне тоже очень интересно. Тут много играет детей. Тут можно везде покачаться, там поиграть. Интернационов надо побольше, наверное. Потому что несколько раз ходишь, уже ребенок неинтересный ему. Что-то новенькое надо. Но все равно нравится. Для искушенных малышей в городе готовят сюрприз. В 12-м микрорайоне, например, появятся сразу две площадки. Одна под кодовым названием «Вверх ногами», а другая – в виде огнедышащего дракона. Тренд на уникальные игровые комплексы задали в прошлом году. Об этом рассказал Андрей Гаранин во время прямого эфира. Все были построены по отдельному дизайн-проекту. Везде использовано хорошее, полноценное, сертифицированное оборудование. Травмобезопасное покрытие резиновое. В этом году мы по семи площадкам везде разработали разный дизайн-проект. Вот на примере 11 микрорайона видно, что мы даже резиновое покрытие будем делать в соответствии с тематикой основных детских игровых комплексов, которые там будут смонтированы. В 11 микрорайонах это будет подводная лодка, и я думаю, что будет очень интересно, и нашим детям это обязательно понравится. Город прирастает площадками в рамках программы формирования комфортной городской среды. В этом году их строят в 1, 4, 9, 11 и 12 микрорайонах. Губкинцы оценивают не только дизайн, но и безопасность площадок. Что в ней должно быть обязательно? Наверное, камеры здесь. А зачем тебе камеры? Камеры? Охранники здесь же есть? Если что-то, вот кто-то что-то плохое нарисует, там, или маты какие-то, охранники все увидят по камере. Хочется отметить, что они реально безопасные площадки, потому что мы вот как-то с дочкой гуляли в 12 микрорайоне Геракета. Там прямо человек ходит, проверяет дощечки с чемоданчиком, с инструментами. Места, где установить детские комплексы, выбирают вместе с жителями. Так сразу две площадки обустроят в этом году благодаря проекту «Уютный Ямал». А прямо сейчас поучаствовать в жизни города может каждый. До 12 июля на платформе «Живем на севере» принимают идеи, как назвать детскую игровую площадку в первом микрорайоне рядом с 37-м домом. Среди предложений – маяк, башня, резиденция детства. С удовольствием прогулялись по детским площадкам. Зинаида Исаева, Данила Индюков. Новости Губкинского.